Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Весна пришла. Медведев вылез из берлоги. Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Рашистская пропаганда в действии. Я русский! Держим, держим! Я русский! И жизнь на болотах, когда выносить ссор из избы, опасна для жизни. Ну, Вовка, пи***ц, что я могу сказать? Путин – мировой преступник номер один. Это стало понятно уже не только украинцам, но и всему миру, после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест за похищение украинских детей. Международный уголовный суд считает, что Мария Львова-Белова и Владимир Путин, цитата, предположительно, несут ответственность за военное преступление, незаконной депортации населения, а именно детей, и незаконного перемещения этих детей с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации. Только послушайте, что украинские дети рассказывают про то, как с ними обращались либо в России, либо на оккупированных территориях, например, в Крыму. Потом нас собрали, именно кто с Украины. Типа говорят, Украина – это террористы, они убивают людей, детей, вы Украине не нужны. Но самое худшее было, когда он звонил и плачет, говорит, мама, тут не лагерь, а ужас. Я тогда реально, я была в шоке, я очень испугалась. Брали, типа, палки, убили, типа, за то, что, типа, ты за Украину. Надо говорить, что ты за Россию. Детям говорили, что за вами могут и не приехать, вас могут и не забрать. А это уже другая история. В одной из чат-рулеток украинка увидела украинского мальчика, который явно был насильно вывезен из Украины. Вы, извидки? А ты что такое? Я, по-моему, нет. Я, по-русски, не ха-ха-ха. Не, а хлопчик, разумею, украинску? А, хлопчик, украинский. Ты из Украины? Да. А, извидки? Так, откуда? Угу. В Киев, в Киев, в Киев. От подобных видео в жилах стынет кровь. Вот он, задокументированный геноцид украинского народа. Ахмад, сила Аллах, вайкбэн. Возьмем Киев вдвоем. Естественно, что все эти решения и события отодвигают Эрефию максимально далеко от всего цивилизованного мира и делают любое сотрудничество с государством-агрессором просто невозможным. Вот гадская страна отправила их вот в эти самые лагеря. 43 лагеря есть. Причем самый дальний, указывается, расположен на Дальнем Востоке, который находится ближе к США, чем к Украине. И там дети подвергаются политическому перевоспитанию, их подвергают обучению, интегрируя их в российскую культуру, историю и общество. Ну, это, собственно, то, о чем я говорил. Нужно ли детей учить украинскому языку, а еще желательно украинской литературе и украинской истории? Или лучше все же этих детей сразу учить русскому языку, русской литературе и русской истории? На этом фоне проснулся аватар Димон Медведев и стал отовсюду всем угрожать. Ему-то явно не привыкать быть изгоем. После нападения России на Грузию в 2008 году, тогда именно Медведев официально был у руля в Кремле, и именно он, как никто, ощутил это ужасающее чувство, давящее ответственности за пролитую кровь ни в чем не повинных людей. Я неплохо помню 2008 год. Могу говорить с учетом некоторого опыта, с учетом того, что мне пришлось тогда принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии. В известной степени это был урок для НАТО, для ряда европейских стран, который заключался в том, что так поступать с Российской Федерацией нельзя. Наверное, поэтому на заседании Совбеза перед началом войны с Украиной Медведев был воодушевлен и даже слегка восторжен. Ведь теперь он не один, а все эти мерзавцы в одной упряжке. Прямо сейчас все, кто находится в этом зале, становятся военными преступниками или, как минимум, соучастниками. Такой шаг поддержали мы. Спасибо. Каждый из вас знает. Я специально хочу это подчеркнуть. Ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. Ваше мнение заранее не спрашивал. Потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной со стороны подготовки. Так что и сейчас, после таких беспрецедентных решений против Путина, а, собственно, и всей кремлевской рати, Медведев вылез после зимней спячки или очередного запоя и начал раскидываться угрозами направо и налево. Вдруг принимают вот такое решение в отношении главы нашего государства. А потом отдельные придурки, недоумки, типа министра юстиции Германии говорят, ну вот если он приедет, мы его арестуем. Он же юрист, вроде как. Он понимает, что это значит? Представим себе, понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да? Но тем не менее, вот представим себе, что она реализовалась. То есть действующий глава ядерного государства приехал вот на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Такое развитие сценария устроило бы всех. Но всем понятно, что Путин теперь максимально не выездной. Он же не дурак так подставляться. А Димону впору писать сценарии для российского кино, ведь западных блокбастеров на своих экранах им еще долго не видать. Только послушайте, какая фантазия у человечка. Все наши средства, ракетные и прочие, полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это казус Белли, что это объявление войны, или он учился плохо. Ей-богу, доморощенный всадник апокалипсиса. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. Димон по полной строит из себя жесткого политика, цитирует Сталина и проводит умозрительные параллели. То, каким образом оценивалась такая работа в сходной ситуации во время Великой Отечественной войны. Вам сейчас зачитаю одну телеграмму. Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, запятая, начну вас громить как преступников. Ну а дальше про невозможность пренебрежения интересов своей Родины и бла-бла-бла. Но все это зачитывалось лишь для того, чтобы подвести к основной угрозе, которую должен услышать и понять каждый кремлевский чинуша, находящийся в глубоком тылу. Коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали, ну и запомнили слова генералиссимуса. Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими. А если их не было, то сами понимаете, что происходило. Конечно, понимают. Лагеря, ссылки, расстрелы – все, что нажито непосильным чиновничьим трудом отберут и не посмотрят ни на чины, ни на заслуги. Ведь сегодня для Кремля нет ничего важнее, чем сохранение своей власти. А без побед в Украине, которых нет, ее просто не будет. Это вполне серьезное, это сознательное такое, извините, ее родство, которое должно принести ему очки и в дальнейшем во что-то конвертироваться. Я не думаю, что место заместителя секретаря церкви безопасности – это предел его мечтаний. Предел его мечтаний вернуться в Кремль. Только этой весной Медведев угрожал всем ядеркой, Сталином и пиратскими действиями. Думаем, что товарищу больше не наливать. Знаете что, ищите правильных пиратов и скачивайте у них. Что хотели, то и получили. И пусть они, значит, не добирают деньги. Нашел, чем угрожать. Это прям комедия какая-то. Единственное, чего Димон не понимает, что всеми этими высказываниями только позорит себя еще больше. Официальное лицо РФ ответа заявляет, что будем тырить на государственном уровне. Будем поощрять это и платить ни за что не собираемся. Их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они собирают здесь. Вот если они ушли от нас, там всякие Нетфликсы и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. Но и тут выходит неувязочка. Получается, что тянутся ручки посмотреть что-то иностранное, качественное. А я бы еще и все это по сети разбрасывал для того, чтобы причинить им максимальный урон, максимальный урон, чтобы они обанкротились. Пират-неудачник сотового левела, которому никакие законы не писаны. Такое резкое усиление, если в нем есть какой-то политический смысл, конечно, свидетельствует о том, что зря мы его списались на счету. Ну, и получается, что вот это поведение последнего года, вот это гротескное, значит, оно Путина по каким-то причинам устроило, и Путин, видите, снова возвышает Медведева. Но то, что можно кремлевским товарищам, не означает, что то же самое можно и простому люду. Ведь всем известно, что на болотах любое поведение, отошедшее от правил и норм установленных пропагандистской машиной, карается очень серьезно и моментально. Это мы Украину жили. На своих помоечных шоу пропагандисты не против обсудить и абсурдный факт полезности концентрационных лагерей. Вы не представляете, до чего они уже дошли. Сталинские лагеря очень многих людей, очень многих людей приучили как минимум видеть в соседе по нарам человека. Конечно. А не жидовскую морду или какого-нибудь попа, которого к стенке надо ставить. Еще чуть-чуть и будут лагеря вместо санаториев на болотах прописывать. Так сказать, в оздоровительных целях. Нерадивых уропатриотов подлечивать. И волки сыты, и овцы целы. Я считаю, это вполне себе пригодный план. В Казанском лицее учительница по музыке заставляла зиговать под песню «Я русский». Учителя не смутило, что большинство сидящих детей в зале – это татары. Сейчас это не говорит нисколько о вашей национальности. Я смысл в том, что он гражданин Российской Федерации. Коим вы все являетесь, я надеюсь. Естественно, педагог не переменул и уточнит, что те, кто не считает себя русским, могут покинуть страну и побыстрее. Главное, что интересовало уропатриотку, это то, насколько усердно ученики поднимают кулаки вверх. И как бы грозят подобным воинствующим видом НАТО. Вообще, методы, к которым сегодня прибегает Роспропаганда, настолько разнообразны. Они действительно не гнушаются ничем. Любой повод для вербовки умов хорош. Будь то обязательный школьный урок или тренинг, который люди сами проплатили. А что делать, если у вас уже мужчина взрослый, у него, как говорится, кубошки смялись, чем на спик превратились от страха попасть на лицового? Что делать? Ну, тоже начинайте постепенно как бы рождать у него тестостерон. Это псевдо-коуч и, так сказать, известный в РФ инфо-цыган Павел Раков. Обычно он втюхивает семинары по личностному росту исключительно для женщин. Но сегодня главный месседж другой. Мужичку явно проплатили сей пропагандистский цирк. Главное, сексуально, чтобы все это было. А потом у него тестостерон надо выработать, что делать? Что-то надо делать. Сразу выемок. Слушай, дорогой, пошли к нам на никому. И в этот момент он скажет, пошли. Ну, а дальше пошли вводные из методичек, которые были спущены сверху. Начали с возмездия. Не пускайте домой никогда. Потом будут проситься мелкими перебежками. Понятно? Не прощайте ему это предательство. Никогда. Всех военкомат. Понятно? Если он не хочет уйти в военкомат, сами сходите и скажите, я знаю, где лучше сказать. Тогда не скажите, адрес скажите. Куда он уходит, где работает. На болотах видите, как всем смешно. Никто не плачет. Он должен быть чем-то полезен обществу. И тогда он сможет потом обеспечивать вас. Ну, а если убьют вашего мужчину, что делать? А что, раньше не убирали? Деньги получите. Деньги получите. Так что понятно. Не жалейте своих мужиков. Деньги-то все равно вам достанутся. Цитируем автора. Хотя мы бы на месте этих любящих жен хорошенько перепроверили информацию и посмотрели по сторонам. У меня, например, муж получил ранение в декабре. Как сейчас называют путинские, да, вот эти, вот большая сумма. Страховую выплату он не получил. И там еще. И от губернатора. У нас идет три суммы. И ничего не получил, да? Это страховая сумма, да, президентская сумма и от губернатора. Потому что губернатор-то вроде у нас тут рядышком. Ну, чтобы ее получить, нужно еще доказать, что ты там был, и что ты именно там получил это ранение. А вот уже мать мобилизованного жалуется не на то, что сына забрали на бессмысленную войну, а то, что выплат нет. Деньги на карточку не капнули. Вот она и запереживала. Я была немножко спокойная, потому что в ноябре-декабре выплаты были у нас. Значит, мой сын в сраю. Я была спокойна. Вот. Хотя связи с ним не было. Ну, я стала беспокоиться в январе месяце. Мне выплаты не пришли. И вот тут горе-мать побежала и по военкоматам, и по генералам. Чуть ли не до самого оленевода-маршала не дошла. Они тоже удивляются, почему выплаты нет. Ездила я в Москву, в Министерство обороны. Там они тоже очень удивлены из-за того, что, во-первых, я ищу сына. Вот это новость. Никто же не ищет сыновей. Всем на болотах только выплаты подавай. А тут такое. Почему мне нет выплат? А, мы уж было подумали. Хотя ничего в РФ и не меняется. В отношении матерей и детей все стабильно. Точно так же, как и стабильно с условиями их проживания. Эта фотография так получилась. Не все так плохо и печально. Просто на фотке так, думаешь, так печально все. Гинеколог из Кубани выложила видео о состоянии одной из местных женских консультаций. Из-за этого, думаете, хотят наказать чиновников и немедля сделать человеческий ремонт? Нет. Просто хотят уволить думающего и сопереживающего людям специалиста. Это видео мне нравится, я его удалю. В этом нет никакой проблемы. Не, 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 не. В общем так, вы пишете заявление по собственному желанию. Что я пишу? Заявление по собственному желанию. На основании чего? Я пишу заявление по собственному желанию. Ну, значит, тогда вы будете уволены. И снова угрозы, когда построить нормальный диалог в Арефии невозможно, потому что осталось мало людей, которые адекватно оценивают всю ужасающую ситуацию, происходящую в стране. Что нам делать, не знаю. Как с этим бороться? А просто не смотрите там, где некрасиво, и не будет у вас проблем. Похожий совет дал замглавы Екатеринбурга на вопрос, как бороться с грязью в городе. Он с улыбкой ответил. Что сказать? Значит, если грязь есть, наверное, не надо ходить в белые обуви. Все-таки надо ходить в темные. А лучше сразу натянуть на себя черный пакет, чтобы точно выглядеть, как настоящий русский. Ну, Вовка, пи***ц, что я могу сказать? Единственное, что сегодня могут делать расисты, это устраивать локальные шоу, рассчитанные исключительно на внутреннюю аудиторию. Медведев угрожает ядерным ударом, надо подкрепить устрашающим видео. На Вашингтон. Надувная ракета на веревке. Вот это Копперфильды местного разлива. Вы с этой не болеетесь? Нет. А где эти штуки? Мозги, что ли? Узнали. Это наглухо отбитая, некогда популярная в РФе и певица Чичерина. И снова она на оккупированных украинских землях устраивает уропатриотический беспредел. Как говорил Павел Судопатов, недорогие наши бандеровцы, помните, что жизнь как коробка шоколадных конфет, никогда не знаешь, что там внутри. Не знаем, принадлежит ли эта фраза НКВДисту Судоплатову, но похожую фразу говорила мама Фореста Гампа, которого сыграл Том Хэнс в одноименном фильме. Мама всегда говорила, что жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что внутри. Но если вы вдруг не поняли, к чему тут коробка конфет и цитата Фореста Гампа, то напрочь свихнувшаяся Чичерина делает историческую отсылку к убийству главы организации украинских националистов Евгения Коновальца кремлевским киллером Судоплатовым еще в далеком 1938 году. Террорист Судоплатов терся в доверие к Коновальцу и в ходе одной из встреч передал главе ОУН коробку конфет, в которой была спрятана взрывчатка. Чего ожидать от рашистов и кремлевских марионеток? Они по сути своей террористы и убийцы. Срочная новость пришла сейчас из Санкт-Петербурга. Государственное российское информационное агентство РИА Новости сообщает о том, что погиб известный блогер Владлен Татарский. Статуэтка, начиненная взрывчаткой. Центр Петербурга, самый центр, воскресенье, встреча с военкором. Пригожинское кафе. Это такой привет всем. Это привет, наверное, даже Владимиру Путину, который там рядом прописан на Васильевском. Это привет пропагандистам. То есть можно так сказать, что это привет людям, которые говорят страшные вещи про Украину. А таких много. Мы знаем всяких этих морданов и еще. То есть это не один Владлен Татарский какой-то. Это разборки внутри. У пригожинских товарищей достаточно много врагов, конкурентов. Это и Гиркин Стрелков, это и Шойгу и многие другие. И главное, что на фоне явных неудач на поле боя и полного крушения планов, все, что они могут, это вот так истекать ядом и бросать фейковые угрозы, основанные на далеком позорном прошлом. Пока европейцам морду не разобьем, европейцы ничего не поймут, но в этот раз мы из Европы не уйдем. В этот раз мы не будем с Европой разговаривать, мы не будем с Европой мириться. Хотят поляки быть следующими, это не украинцы. Мы не будем к ним относиться как братьям. Мы нахрен уничтожим все эти города вот просто на счет раз. Не используя для этого сухопутные войска. Сколько людей они погубили, сколько замучили в концлагерях. И сейчас продолжают убивать на бессмысленной войне. Кому они еще не угрожали в этом мире? Но главное, что мир реагирует на агрессию. Финансовая помощь, беспрецедентные санкции против РФ, а также масштабные поставки оружия в Украину и как вишенка на торте ордер на арест Путина. Все это свидетельствует лишь об одном, что эти преступления не имеют срока давности. И виновные обязательно заплатят по счетам во всех смыслах. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!